Всем привет, дорогие мои! Вы на Игровом Жуке, и сегодня с вами Ленуська и Кухонная Лихорадка. Мы возвращаемся, возвращаемся, и что мне предстоит? Короче, у меня 32 алмаза, это за счёт того, что сейчас идут какие-то праздники, ещё дают за каждый день заходы, пока я не забыла заходить каждый день. Вывешиваю я видео с опозданием, поэтому, ну извините, день Валентины уже закончится, когда оно появится. Так, у меня открылся остров, есть кафе соков, но это просто жесть, какое сложное кафе. В казино я не пойду, чтобы не тратить время, так что во что мне поиграть? Давайте закроем ходрок. Я так думаю, что меня ожидает там просто капец как сложно, то есть это со звёздочкой суперсложно, последние уровни для улитки, это крайне-крайне непросто. Первое, что мы делаем, это забираем всю доставку интерьера. Пока мы её не забрали, у нас не будут активные бонусы. Я забираю, забираю, много чего я купила, но, правда, боюсь, мне этого не хватит, потому что, ну хреново из меня игрок-улитка. У меня прокачан интерьер теперь на 41%, был на 19%, пока я не забрала эти товары. Что я выбрала? Время ожидания, сумма чаевых и время на чаевые. Это не просто так, ребята. Я успеваю отдавать, если время ожидания большое. Если время ожидания больше, соответственно, как бы шкала, когда там чаевые они готовы отдать, оно тоже увеличивается пропорционально. И когда я прокачиваю время на чаевые увеличено, просто этого времени становится ещё больше. То есть, по сути, вам изначально, если вы такой же медленный, как и я, то вам надо прокачивать время ожидания. Если же у вас проблема, что вам вечно не хватает денег, но вы успеваете всех обслужить, то сумма чаевых прокачивать. Если вы и медленный, как я, и не успеваете обслуживать, и денег не хватает, значит, прокачиваете то и другое. Ну, а третий коэффициент уже по умолчанию, если остается у вас алмаза на него. Хард-рок. Тяжёлый рок. 15-й уровень. Странно. А, это значит, высокая кухня у меня там по 30-й уровень идёт. Или по 40-й. Ошиблась. Такс. Хух-хух-хух. Я, конечно же, зимаю. Ай, хард-рок. Точно-точно. Ай, я перепутала кафе. Перепутала. О, это жесть, какое кафе. А, я не готова, я не готова. Я этого не ожидала. Чё я сделала-то? А-а-а-а-я-я-я-я-я-я положила это. У меня тарелки нет. А-а-а, сейчас сгорит, сгорит, сгорит. Короче, ребят, я переигрывала уровень, потому что я реально начала кафе, думая, что это другое кафе. Представляете? Я в шоке от самой себя. Ещё у меня рука к деньгам чешется. Или не к деньгам, или к встрече. Или кто-то из вас будет меня материть в комментариях. Говорит, что ты чё, такая улитка нехорошая, долго играешь. Ну, бывает, бывает, ребят. Шо поделаешь? Так, значит, капуста ей. Мясо кому-то надо? Нет, не надо. Этому дала, этому дала, и это дала, и это дала, и соевы дала, и это дала. И я тормоз коммунизма прям конкретный, конкретный тормоз коммунизма. Вау! Ну, извини, дорогой. Ну, вот такая вот я. Ковар, руки, которые растут явно не из плечей. Такс. И мясо не сгори, не сгори. Не успела сгореть, не успела сгореть. Не успела сгореть. И это хорошо. О, такс. Да, это нечто. Я сама себя поражаю долгоиграющим настроением. Соус и эту штуку, и томаты. Так, в первую очередь даем бургер, потому что у меня иначе сгорит. Так, что тебе ещё надо? Это. И это. И давайте, кто там ещё придёт? Ай, нос чешется! Ну, ребята, ну не надо меня ещё хотеть ударить. Я не такая... Не такая плохая. Ну, играю я медленно. Ну, каждый играет, как он может. Я не специально, а так просто получается. Ай! Да, 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 да. У меня же вторая рука есть. Ай, я затупила. О, они много хотят. Это, конечно, и хорошо, и плохо. Потому что хорошо это... У меня сегодня подводит меня мой этот глазомер. Я всё время всем отдаю. Не тем отдаю. Такс. Картошечку мы отдаём. И это мы отдаём. Ай, мужик, стой! Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи! Короче, ребят, что я могу сказать? Мне хватило... Не хватило совсем-совсем чуть-чуть. Но это неплохо. Это вполне значит хорошо. Значит, я сейчас руку наработаю. Прокачаю мышцы руки. Потому что здесь у нас есть мышечный тоже, как говорится, корсет. Который помогает держать нашу кость и шевелиться. И чем у вас лучше прокачана рука, тем вы бы зреей шевелить. Ну, за исключением, конечно, того, что есть ещё природная предрасположенность. К быстрой реакции, к быстрому шевелению рук. Поэтому некоторые любят скоростные игры, а другие не любят скоростные игры. Но это не значит, что вы не сможете развить скорость. Развить можно. Просто немножко это подольше делается. Но это воспитывает терпение. И выигрывает, как правило, тот человек, который привыкает добиваться своим трудом. В том числе и развивать в себе какие-либо качества. Потому что он более упорный. Так. Мне надо что-то купить. Что-то купить, что-то купить. Вопрос, что мне купить? Как вы думаете, что мне купить? У меня долго делается фарш. Но я не знаю, надо мне это вообще или не надо. По идее, у меня проблема сейчас не в фарше. И проблема не в чем-то, а у меня проблема в руках. Просто в руках. Я такая медленная, что просто диву даешься. Какая же я медленная. Бросаться с головой в ум и начать улучшать все, что только можно, я так не делаю. Это первый шаг к тому, чтобы остаться без денег. Я улучшаю только то, что мне надо улучшить, чтобы пройти этот уровень. Да, я не мечтаю о трех звездах, потому что это бессмысленно. Потом, когда будут деньги, можно спокойно все прокачать и в легкую пройти на эти же три звезды. Конечно, по факту будет намного проще, если... Ой, блин. Вот. Мясо сгорит. Давай, 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 мясо мясо. Сгорела. Так, переигрываю. Как говорится, это не из-за того, что я такая бьюка. Просто на этом уровне мне нельзя допускать ошибок. А если я допускаю ошибки, это значит, я играю отвратительно. И это очень-очень даже плохо. Так, чесночный соус, салат. А, у тебя котлеты нету. Бери, черт побери. Да что ж такое, брать не хочешь? Скажешь, ты нехорошая-то девушка. Блин, я капусту не туда положила. Какая же я невнимательная. Ужас просто. Ужас. Так, кто там дальше придет у нас? Сыграла отвратительно. По-другому не скажешь. Но, как говорится, могло быть еще хуже. Вполне. Так, значит, он хочет бургер и мясо. Бургер и мясо. Да, и... Бургер и... Я так туплю... Ну, капец какой-то. Бургер томатный. Да, правильно, мы готовимся по полной. Кто-нибудь, захотите капусточку? Пожалуйста. Капусточка. Она вкусная вполне-таки. Мне и повезло, и не повезло. Повезло тем, что у меня кто-то пришел с капусточкой. Я не прошла. Что поделаешь? Нет, я не хочу смотреть рекламу. Мой результат стал хуже еще, чем был. Это значит, что мне надо переигрывать. Да, ребят, когда вы долго не играете в одно и то же кафе, вы начинаете тупить. И это совершенно нормальная реакция. Потому что в каждом кафе есть своя специфика кухни. И вы не можете прям подготовиться сразу ко всему. Рука-то привыкает. Выполнять монотонные действия как-то гораздо проще, чем не выполнять их вообще. Поэтому ничего страшного тут нет. Не расстраивайтесь. Вы немножко тупите. Все, успела служить всех. И это очень даже хорошо. Торопиться я пока не буду. Насколько я помню, у меня все будут хотеть хот-доги. Ой, какие хот-доги-то? Бургеры! Ой, о чем вообще тут болтает? Так, а почему я не положила на жарку? И стою еще, что-то главное жду. Че жду? Понятно. Вот видите, прокачка чаевых, она нужна, чтобы не было вот такой глупости, когда вроде бы как надо, но в то же время и не надо. Так, пока я иду вполне неплохо, но лишь бы не сглазить себя раньше времени. Умею оригинально так поступать. Что там со временем? Вполне неплохо. О-о-о-о! Так, из минусов я дошла раньше, куда не доходило, но при этом... Ничего, Виха. Сейчас то, что я вообще не уделал... Все, я прошла, я это сделала! О-о-о-о! Хард-рок! Пятнадцатый уровень! Кто там говорит про читерство? Это, ребята, неинтересно. Интересно, когда вы заставляете себя поменяться. Когда вы понимаете, что вы что-то делали не зря и видите результат своих действий. Моя рука стала быстрее соображать, пальчики шевелятся быстрее. И это хорошо, потому что, значит, я быстрее пишу и быстрее буду печатать на клавиатуре. Так как я школу закончила, университет закончил, я не работаю в поликлинике, и я практически нигде не пишу, я везде печатаю рукой. Поэтому, да, это здорово, это как прокачка руки. То есть кто-то пресс качает, а я вот руку качаю, у каждого своя. Так, это был пятнадцатый уровень, хард-рок. И, как обычно, по практике идем в казино. Блин, меня заставят смотреть рекламу. Рекламу игры, в которую я не играю. Garden Scapes это пейзажи сада, меня заставляют делать сад. Я играю в игру Home Space Scapes. По запросам наших зрителей, можете посмотреть в плейлисте. Могу вам сказать, что эта реклама неправда. Это игры три в рядах. Там этого нет, что вам надо выбрать по разуму, какое действие сделать. Нет, вам надо просто решить, что построить. Они хитренькие. Как говорится, если игра странная, научись рекламировать свой продукт, чтобы на него был большой спрос. Так, мы идем в казино. В казино. Ребята, иногда можно там выиграть, представляете? Да, я там выигрываю часто, потому что я не четырю, я донатством не занимаюсь. Максимум я смотрю рекламу. А если ты не хочешь смотреть рекламу, будь любезен играть в казино. Какую-то ерунду сказала. Ну, такое бывает иногда. Я обычно играю в бесплатное вращение, ребят. Оно, по сути, безлимитное. Не кончается. Просто если оно у вас неактивное, подождите немножечко, или множечко, или подождите минуту-две, и оно станет у вас активным. И когда я без записи видео играю, я это вращение часто ставлю, занимаюсь чем-то своими делами, просто вращаю-вращаю, и выигрываю алмазики на 10, 15, 25 раз. По сути, поэтому у меня так накопилось много денег, 70 тысяч, потому что на казино я их не сливала. То есть я могла бы слить 40 тысяч, но я их бесплатным вращением. Для тех, кто не знает, вот так нажимаешь и уходишь пить чай, заниматься своим делом, и 30 секунд смотришь какую-то там рекламу непонятную. Ой, паслики, не надо будет пройти деньги. Слушайте, на это надо установить игру. Напишите мне в комментариях, если вы хотите, чтобы я установила какую-то игру, связанную с пазлами. Правда, это, конечно, не заменит тактильных ощущений. Тактильные – это вот когда вы руками что-то трогаете. Это круто, это развивает голову логику. Саша у меня не умеет составлять пазлы. Он не умеет поэтому играть в три ряд, в кубики, рубики и любые логические игры. Он умеет только скоростные игры. В этом он дает мне фору. Но я его догоню, он просто еще об этом не знает. Это природный у него талант. Так что, ребяточки, пошла я. Что-нибудь по делу. А мы вернемся с вами, к вам вернемся чуть попозже. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!